Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я снова приглашаю вас с собой на рынок, и сегодня я наконец-то покажу вам, что же я купила себе на рынке. На рынке я часто что-то покупаю, но в последнее время постоянно не могу обозреть свои покупки. И сегодня как раз-таки я покажу, что же я купила, и мы снова посмотрим, как много хорошо одетых сеньор отоваривается на тех же развалах. Вообще итальянский рынок удивителен. Здесь не просто можно найти огромное количество вещей за более чем подходящую цену. Я много раз рассказывала, как те же самые магазины вывозят свои товары, продают их гораздо дешевле на рынке, просто потому что площадь торговая стоит меньше, ее аренда стоит меньше. Но итальянский рынок это, конечно же, место, где можно себя красивую показать и на действительно красиво одетых людей посмотреть. Посмотрите, насколько хорошо и классно одета эта сеньора. Не могу не сказать, что она одета очень модерного, благодаря, конечно же, своей обуви, и у нее колготки в сеточку. Всем советую примерить колготки в сеточку. Это очень-очень красиво и оригинально и женственно. Что я традиционно покупаю на итальянском рынке, и одно из моих первых видео было как раз-таки посвящено именно рождественским рынкам, так это вот такие шапки с помпонами. Цена 50 евро. Это, безусловно, кашемир и натуральный мех, помпоны с натурального меха. Как вы видите, подобные шапки интересуют не только меня, но и хорошо одетых подаванок. Также очень рекомендую всем вот такие, ну в моем случае это нитинки, но на самом деле это могут быть перчатки. В Италии они очень хорошо делаются вот такими местечковыми фирмами, которые производят маленькое количество перчаток. И неудивительно, если они же производят для каких-то именных брендов и просто пришивается этикетка. Здесь этикетки, как правило, не имеются, а перчатки, как в моем случае, которые я люблю носить черного цвета, в таком исполнении все возможных цветов стоили 35 евро. На итальянских рождественских рынках вы встретите огромное количество очень интересных, самообытных вещей и вещичек. Как в данном случае, это аналог ароматическим свечам. Действительно пахнут очень хорошо, с необычной ароматой можно подобрать. И мне кажется, прекрасная идея рождественского, либо новогоднего подарка. Традиционно мне очень нравится кашемир, самый обычный кашемир, который достаточно хорошего качества, надо сказать. И часто люди из года в год покупают у одних и тех же производителей, которые, повторюсь, как правило, имеют магазин, а то и несколько магазинов своего производства. Они покупают, возвращаются на эти развалы. Сегодня я стала обладательницей прекрасного свитера, потому что меня привлекли цветами. Я, конечно же, привлекла цена. Я знаю, что кашемировый свитер, который я покупаю традиционно там, где покупаю, может закатываться. И поскольку я очень большое внимание уделяю как раз таки цвету в ансамбле, в одежде, меня привлекли цвета. Я стала обладательницей вот такого свитера за 40 евро, 100% кашемир. Посмотрю, как будет носиться и, возможно, вернусь. Посмотрите, как красиво одет эта сеньора. В руках у нее узнаваемая и знакомая очень многим моим зрителям сумка. И она тоже что-то смотрит, возможно, что-то приобретет. Потому что, действительно, это очень хороший способ сделать цветовой оценок при помощи яркого трикотажа в своем ансамбле. Сегодня я смогла убедить также моего мужа, отовариться, что называется, на таких развалах. Он всегда очень скептически относился. И сегодня мы купили ему вот такой свитер за 90 евро, тоже 100% кашемир. Тоже посмотрим, как носится. Но я знаю, что именно на этот прилавок возвращаются люди. И я на самом деле присмотрела себе также брюки 100% кашемира. Стоили они 130 евро. Посмотрю, как будет носиться свитер мужа. И, возможно, стану счастливой обладательницей брюк из 100% кашемира за 130 евро. Ну что ж, осчастливленные покупками и приобретениями с мужем на этом мы с рынка удалились. К тому же уже был обеденный час. И люди также стали расходиться. В Италии рынки работают до 12.30. Только самые трудолюбивые, как правило, китайцы и бангладешцы остаются торговать дольше. И приглашаю вас посмотреть на хорошо, классно одетых людей. Сегодня, кстати, было очень и очень холодно с утра. Сегодня с утра у меня примерзли все четыре двери. И Данечка стоял и ждал, пока, в общем-то, мы сможем хоть как-то открыть машину, хоть одну дверь, чтобы потом переехать, переместиться на солнце и подождать, пока машина оттает. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители, обратите, пожалуйста, внимание, как на этой сеньоре надеть шарф. Это очень интересный способ. Один конец именно длинного шарфа оставляет снаружи, один внутри. И внутренний слой, я вас уверяю, будет вас очень и очень хорошо греть. Вообще, в этом году я присмотрелась, как итальянки носят шарфы. Могу сказать, что шарф – это всегда спасение даже для такого casual лука, как сейчас на мне. Потому что, с одной стороны, он может украшать шарф и делать лук более расслабленным, компоновку более расслабленной. И это также очень и очень тепло. И многие зрители обратили внимание, как итальянки носят шарфы, палантины и даже пончо поверх пуховика, поверх шубы, либо пальто. И это смотрится очень-очень красиво. Но, повторюсь, это также очень и очень функционально. Потому что, действительно, шарф, в особенности шарф из стопроцентной шерсти, может вас согреть. Который раз мы видим и можем убедиться, что, да, пальто Тедди очень популярно и пользуется особой любовью у итальянских модниц. От себя могу сказать, что, да, действительно, пальто Тедди – это очень удобная верхняя одежда на холодный сезон. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие зрительницы, хочу обратить ваше внимание на особую любовь итальянам. В этом сезоне, по крайней мере, к широким брюкам палаццо, прямо-таки в пол. Не знаю, насколько удобно носить такие брюки, потому что, конечно же, они пачкаются. Я думаю, либо предусмотрены для определенной обуви, для определенной высоты каблука. Но смотрится действительно потрясающе, именно с верхней одеждой. И, полагаю, также, хотя подобных брюк у меня нет, что это также очень комфортный и стильный способ утеплиться. Потому что, ну, мы все понимаем, что под эти брючки можно надеть уж как минимум шерстяные леггинсы. Помимо дубленок, пользуются популярностью у итальянок совершенно точно парки. Любой возраст носит парки, смотрится это действительно очень стильно. Прежде всего, потому что это спортивно, а спортивная стилистика и любой отсылок к спорту. Сейчас очень популярен и, наверное, очень даже моден, поэтому присмотритесь к паркам. Пальто, конечно же, доминирует на спритстайле и шубы также. Но обратите внимание, как много так называемых старомодных шуб. Шуб старомодного кроя. И как итальянки здорово их носят. Они носят и делают любой лук, даже со старомодной одеждой, в данном случае с шубой, более модерновым. За счет укороченных брюк, за счет современной обуви. Абсолютно новой обуви, которая куплена, скорее всего, к предстоящему сезону. И не донашивается с прошлого сезона, несмотря на то, что действительно сносить обувь в Италии крайне сложно. Очень и очень чисто. Кстати, часто мне задается вопрос, как добиваются такой чистоты в итальянских городах. Но прежде всего, муниципалитет, который следит за чистотой улиц. Могу сказать, что все, кто выгуливает собак, всегда за ними убирают. И уж действительно, это всегда происходит в центре историческом. И могу сказать, что есть очень много волонтеров, которые смотрят за тем, убирают ли за собачками хозяева. За своими питомцами хозяева. Есть также волонтеры, которые всегда свистнут. Если кто-то в пешеходной зоне передвигается на велосипеде, необходимо спешиться. Ну и также итальянские тротуары моются. Моются при помощи специального шампуня, моются специальными машинами. Даже пешеходные зоны действительно очень часто рано утром можно заметить. Можно увидеть специальную технику, которая моет тротуары. Традиционно в который раз я обращаю внимание на любовь итальянок, а также итальянцев, к светлым брюкам именно в разгар холодного зимнего периода. Итальянки любят белые брюки. Предпочитают, конечно же, все-таки зауженный силуэт. Но на самом деле полное разнообразие в том, что касается белых брюк. Предлагается, что на витринах итальянских магазинов, что мы видим на самих итальянских модницах. Это и расширенные широкие палаццо, это и так называемые бананы, и, конечно же, классическое скини. Все это можно встретить на итальянках, внимание, любого возраста. И завершить это видео мне бы хотелось абсолютными стритстайлерами этого выпуска. На первой сеньоре мы увидели бадфорты. Очень классно смотрятся. И эта сеньора просто в моих фаворитах. Все прекрасно. Сочетание цветов, перчатки, обувь. Обратите внимание на спортивную обувь. Итальянки элегантного возраста очень любят спортивную обувь. Именно спортивная обувь, а также укороченные зауженные брюки делают общий ансамбль, общую компоновку действительно более современной, более классной, более модерновой. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем выглядеть так, как вам прежде всего хочется, как прежде всего вам комфортно, ну и, конечно же, тепло, потому что мы все-таки находимся в разгар холодного периода. Всем предновогоднего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok